Постные булочки можно в пост приготовить, и картошечку с салатом, орешки. Вот все это очень полезно. На столе скромные блюда. Никакого мяса, яиц, молочных продуктов. Сыновьям запрещены шоколад и мороженое. Строгого рациона в этом доме будут придерживаться 40 дней. В семье Прахт начался период духовного роста. Постимся в основном мы, конечно, с мужем. Дети поста не придерживаются, у них послабление в связи с тем, что они маленькие. Но когда уже совсем мне так грустно, я понимаю, что мне уже очень-очень тяжело, я могу себе там позволить конфету. Но опять же, я всегда такой супруга спрашиваю, чтобы это было мне полезно в первую очередь. Муж Марии в первые дни поста позволяет себе только хлеб и воду. В это время для сыновей под запретом интернет и мультфильмы. Вообще, церковь рекомендует отказаться от всех человеческих утех во время Великого поста. Правда, прежде чем повторять подвиг Иисуса Христа, лучше проконсультироваться с врачом, ведь кому-то пост может быть противопоказан. Ежедневно человек должен есть и мясо, и рыбу, и молочные продукты, и яйца. Поэтому строгий отказ от растительного, животного белка и животного жира – это достаточно стрессовая ситуация для организма. И в организме могут образовываться какие-то другие, более токсичные вещества. Впрочем, в семье Праг не осуждают тех, кому сила воли не позволяет воздержаться от искушений на ближайшие семь недель. Ведь суть поста далеко не в тарелке на столе, а в добрых поступках и борьбе с соблазнами. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.